Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, сегодня выпуски. Эта техника незаменима из-за неприхотливости, высокой скорости и возможности передвижения в труднодоступных местах. Республика отправила в зону СВО квадроциклы. Интеллектуальная система видеонаблюдения паутина. Какие меры применяют для поимки злостных нарушителей и как работает система в репортаже вестей. В какие дни нужно занимать места в Центральном парке Черкеска, чтобы услышать классическую и современную музыку о графике работы фонтана. 6-0. Стадион ликовал и благодарил любимую команду за победу. Футбольный клуб «Нарт» с разгромным счетом победил команду из Дагестана. Сегодня глава Карачева Черкесии Рашид Темрезов поздравил многодетную семью Евдокимовых из Усть-Джикутинского района с наградой от президента Российской Федерации Владимира Путина с орденом «Родительская слава». Награду они получили за заслуги в укреплении Института семьи и воспитания детей. В семье Сергея Инны воспитывается 8 замечательных детей. Аделина, Иван, Вероника, Николина, Евника, Михаил, Эсфирь, Мелисса. Евдокимовы не только большая, но еще и очень творческая семья. Все девочки, за исключением еще маленькой Мелиссы, играют на скрипке, а также помогают маме готовить десерты. Мальчишки, как настоящие мужчины, помогают отцу с ремонтом и даже создают мебель для дома. Воспитать ребенка в современном мире непросто. А когда большой семье удается вырастить любящих, целеустремленных, талантливых детей, настоящих патриотов своей страны, это дорогого стоит. От души поздравляю с заслуженной наградой. Пусть в семье всегда царят радость и счастье. Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов, говорится в поздравлении главы Карачева-Черкесии Рашиды Темрезова. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашиды Темрезова в зону специальной военной операции, ребятам из нашей республики был отправлен еще один груз в поддержке два квадроцикла. Груз был сформирован по обращению командирования 34-й отдельной мотострелковой горной бригады. Постоянная связь с бойцами позволяет узнавать об их потребностях и оперативно реагировать на заявки. Квадроциклы – незаменимая техника в зоне проведения спецоперации из-за легкости и неприхотливости. Высокой скорости и возможности передвижения в труднодоступных местах. Работа по поддержке наших военнослужащих не прекращается ни на день. Важно сегодня объединить все усилия и возможности для того, чтобы поставленные задачи были выполнены. Мы ждем наших ребят домой с победой. Отметил глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов. В связи с обращением командования 34-й мотострелковой бригады по поручению главы Карачева-Черкесской республики, а также решением единого республиканского штаба по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, были приобретены две единицы техники, а именно два квадроцикла российского производства. Данные квадроциклы в дальнейшем будут переданы нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В первую очередь хочется сказать, что потребность в квадроциклах очень большая, потому что непосредственно мобильность позволяет подразделениям эффективно выполнять поставленные задачи. Простота в использовании позволяет любому солдату, даже без специальной подготовки, который один раз в жизни увидел, как пользоваться этим транспортным средством, сядет и поедет, проблем в этом нет. Ну, хочется отдельно поблагодарить главу Карачао-Черкесской республики за оказанную помощь, а также заместителей, которые непосредственно принимали участие в этом. Ну, естественно, всех тех, кто не остается в стороне, всех тем, кому небезразлична судьба нашего государства. Тотальная слежка, штрафы и розыск нарушителей. В ГИБДД Черкеска рассказали об интеллектуальной системе видеонаблюдения «Паутина». Какие меры применяют для поимки злостных нарушителей и как работает система? Расскажет Дарья Тендит. Система наблюдения «Паутина» действует на территории Карачао-Черкесии с 2022 года, обеспечивая прямой доступ к базам фиксации проездов всех автомобилей во всех регионах, подключенных к системе. Она позволяет инспекторам ГИБДД получать данные о нарушении правила дорожного движения. «Паутина» сама сигналит о проезде разыскиваемого автомобиля под камерами. По городу Черкесску установлено 32 камеры и более 100 по всей республике. Начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений МВД по Карачао-Черкесии Руслан Бастанов поделился статистикой выявления нарушителей за июль 2023 года. За июль месяц текущего года сотрудниками госавтоинспекции Карачао-Черкесской республики было задержано транспортных средств с злостных нарушителей 39 машин и передано в службу судебных приставов для дальнейшего принудительного взыскания административных штрафов. С подложенными государственными регистрационными знаками за данный период задержано более 20 автомашин. Транспортные средства, регистрация которых прекращена за текущий период, июль месяц, то есть задержано более 200 автомашин. Также задержано 4 транспортных средства, находящиеся в розыске и помещены на специализированную стоянку и уведомлены инициаторы розыска. У ГИБДД есть несколько способов вычислить водителя с подложными номерами, которые принадлежат другому автомобилю или вообще не существуют в базе данных. Первый и самый очевидный способ – это остановка и проверка документов. Если окажется, что документы и госномер у автомобилиста не сходятся, то у водителя возникнут проблемы. Обнаружив машину со странным номером, инспектор ГИБДД составляет рапорт о выявлении правонарушения и передает местному подразделению в место, где камера сняла нарушителя. Паутина, которая позволяет выявлять из потока транспортных средств такие транспортные средства с подложными государственными регистрационными знаками, регистрация которых прекращена, также злостных нарушителей. Злостными нарушителями являются те лица, которые имеют более 50 неоплаченных штрафов. Подложными государственными регистрационными знаками являются транспортные средства, которые заведомо используют подложные государственные регистрационные знаки с других транспортных средств. Штраф 5 тысяч за установку либо лишение. Также на водителя составляется административный материал, за который идет лишение от полугода до года за управление транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. С помощью паутины вычисляют автомобили с прекращенной регистрацией. Причины бывают разные. Согласно правилам государственной регистрации транспортных средств, пункт 56, владелец по каким-либо причинам не ездит на автомобиле, собственника лишили прав, и он не может управлять автомобилем, или машина попала в серьезное ДТП. Госномера признаются недействительными и вносятся в разыскные учеты. Сотрудники госавтоинспекции изымают госномера и свидетельства о регистрации. Также составляют административный материал, постановление на сумму штрафа 800 рублей. После этого гражданин имеет право обратиться в регистрационное подразделение, если у него есть договор купли-продажи, для того, чтобы поставить транспортное средство на учет за ним, как собственникам. Совсем скоро ни одно транспортное средство не ускользнет от объективов паутины. Следовательно, каждому водителю полезно иметь представление о работе интеллектуальной системы ГИБДД, чтобы знакомство с ее возможностями на дороге не стало неприятным сюрпризом. Дарья Тендит, Анастасия Алой, Вести, Карачаева, Черкесия. А сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. В отдельных районах сильная дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-22, в горах местами до плюс 16, в нем плюс 32-37, в горах местами до плюс 29 градусов. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, в нем плюс 33-35 градусов. Многих жителей и гостей Черкеска беспокоит вопрос. Почему светомузыкальное шоу в Центральном парке происходит не ежедневно? Люди семьями приходят полюбоваться вечерним фонтанным представлением и расстраиваются, если ожидание оказывается напрасным. О работе графика новой достопримечательности региональной столицы узнавал наш корреспондент Артур Мхце. Перед просмотром такого светомузыкального шоу люди заранее занимают места в Центральном парке Черкеска. И происходящее никого не оставляет равнодушным. Но за этим воздушным и без сомнения сказочно красивым действом кроется труд многих людей. С представителем обслуживающей фонтан организации идем по коридору, в конце которого находится, так сказать, сердце сооружения. И вот мы уже под фонтаном. В этом помещении вся техническая часть конструкции, в том числе 14 насосов, которые подают в воду форсунки. Это получается пульт управления четырьмя насосами. Это частотные преобразователи, на которые уже приходит импульс, и они подают, получается, сигнал на насос. И уже, ну, получается тут мощность от 0 до 50 Гц. И уже в зависимости от мощности выходит высота струи. Водные композиции фонтана формируют более 600 струй. Самые высокие достигают 10 метров благодаря работе одного из насосов. Но чтобы видимая красота оставалась долговечной, за чистотой конструкции нужен постоянный контроль. Поэтому промывка системы проводится два раза в день, а с применением химии – дважды в неделю. И это делается для того, чтобы в жаркую погоду вода не цвела. Поэтому купаться в фонтане, а тем более пытаться утолить с его помощью жажду, ни в коем случае нельзя. Если засоряется фонтан, какие-то сигналы появляются, что необходимо провести работу? У нас расположена система фильтрации, четыре насоса фильтрации, у которых, получается, стоит фильтр губой очистки. Ну и в который вся грязь, которая заходит, в котором собирается. То, что мы чистим, получается, периодически, каждый день ребята два раза в день производят очистку этих фильтров. В случае поломки какой-то детали замена происходит в кратчайшие сроки, поскольку почти всё необходимое находится под рукой. Однако надо понимать, что после таких светомузыкальных представлений, которые видят зрители, фонтанному сооружению необходима профилактика. Именно поэтому при ежедневной работе с 8.30 до 22 часов посмотреть шоу с использованием музыки и света можно только в среду, пятницу и в выходные, но в 8.30 вечера. Фонтан предрасполагает светомузыкальное шоу, а раньше 8.30 смысла делать его нет, потому что 50% той красоты, которую даёт фонтан, это именно светомузыкальное шоу. На данный момент есть четыре композиции и ещё 16 уже в работе. То есть к первому сентября у нас уже будет около 20 композиций, которые будут меняться. Допустим, в среду будет один, допустим, как жанр, в пятницу другой, в субботу другой, ну и чтобы разные жанры были. Всё идёт к тому, что в недалёком будущем у ценителей того или иного жанра музыки будет свой день для посещения центрального сквера Черкеска. Пока же светомузыкальные шоу, новые достопримечательности региональной столицы собирают всех, у кого есть свободное время и желание лично увидеть красочное представление. Артур Махцер, Асул Бердиев, Анастасия Лой, Вести, Карачаево, Черкесия. Нартовцы снова радуют своих болельщиков разгромным счётом 6-0 соперникам из Махачкалы, Динамо, Дагестан. Наша команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице третьего дивизиона зоны ЮФО и СКФО. Кто из футболистов отличился голами на этот раз и какой была игра, расскажет Альбина Кураченова-Кенжева. После обидного поражения в домашней встрече с Ангуштом из Назрани, наша команда победила на выезде в Краснодарском крае. Каким же будет сегодня, матч покажет время. А мы спросим сейчас у болельщиков, какой у них настрой. Каким будет строй? 3-0, Нарт выиграет. Счёт будет 4-0 в нашу пользу. Настрой замечательный, праздничное настроение. Вот вместе с сыном сегодня пришли на матч. Как считаете, каким будет счёт? Ну, я думаю, 2-0 наши выиграют. Что пожелаете футболистам? Хочу пожелать футболистам удачи. Кто лучше готовился, тот и выиграет. Та команда и выиграет. Хочется пожелать всего самого хорошего всем детям нашей республики, нашим гостям. Команды на поле, у всех боевой настрой. Болельщики скандируют Нарт вперёд. Игра с первых минут матча была на половине поля соперника. И уже на 10-й минуте гол забивает Вадим Абедоков. Было много моментов забивать махачкалинцам. И ещё один гол в сетке ворот. И это автогол от Али Акаева. Таким образом, команды уходят на перерыв со счётом 2-0. Эмоции и впечатления после первого тайма? Ну, пока что всё удаётся. Хорошо. Будем также во втором тайме продолжать. Надо забивать больше. Нам нужна разница. Мячей. Только вперёд. Как поддержка зрителей? Великолепно, как всегда. Во втором тайме нужно добавить голов, порадовать ещё болельщиков. Ну и забирать всё три очка. Вышедший на замену Бастанов и добавил пару голов сопернику. Вслед за ним дубль оформляет Шахамир Исаев, отправляя красиво кожаный снаряд в центр ворот. Таким образом, счёт на табло 6-0. Стадион ликует и благодарит любимую команду за победу. А помощник тренера поделился, что же стало провальным в прошлой домашней игре с Ангуштом. Очень тяжело втягивались в игру. Мы провалили эпизоды игры в первом тайме, чем воспользовался соперник. И во втором тайме уже, когда взялись за дело, стали исправлять, нам, к сожалению, не хватило времени. Два эпизода мы позволили Ангушту, которыми соперник воспользовался. Вся борьба у нас ещё впереди. И всё будет нормально, однозначно. Следующая игра состоится 16 августа на выезде. Сувор, Дагестан, из Каспийска. Ну а домашняя встреча пройдёт 5 сентября на стадионе Нарт. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ашибоков. Вести. Карачаева. Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ловец снов». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова